Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает интереснейшая передача. Я вот очень соскучился, не знаю, как госпожа Бастет, но я очень соскучился по этой передаче. Конечно же, это передача Нины Бастет, неочевидная, но вероятная у нас в студии. Нина, здравствуйте. Здравствуйте, я тоже за вами соскучилась. Давно не виделись, действительно, давно не виделись. Итак, Ниночка, напомни нашим радиослушателям, кто, что, чем занимаемся, ну а потом продолжим. Ну, начать свою передачу я хочу, как всегда, с благодарности высшим силам и с благодарностью моей богине Бастет за ее поддержку и за то, что они посылают через меня, вам, дорогие радиослушатели, великолепную энергию любви, счастья, здоровья. Особенно сейчас, в это, наконец-то, теплые дни, которых мы так ждали, получайте радость, удовольствие и от погоды, и от всего в жизни, и от нашей передачи. Передача сегодня, и опять же, сегодня тема такая очень уникальная, поэтому, пожалуйста, no judgment, то есть, пожалуйста, вы можете в это верить, можете не верить, но мы принимаем звонки, но с удовольствием, пожалуйста, только с интересными вопросами, не о суждении. По крайней мере, если вы с чем-то не согласны, или вы считаете, что такого быть не может, ну, давайте сделаем так, вы остаетесь при своем мнении, никому его не навязываете, и просто слушаете то, о чем Нина будет говорить, просто как интересную историю для вас. Ну, а те, которые считают, что это действительно абсолютно возможная, абсолютно вероятная ситуация, ну, пожалуйста, если у вас появятся вопросы по этой ситуации, конечно же, позвоните, задайте вопрос, будем рады на них ответить. Итак, сегодня мы продолжаем ту тему, которую мы начали в прошлой передаче, и тема будет называться «Феномен комплекса пирамид Кайлас и его значение для человечества». Это обители богов, священная гора Кайлас. Я не ошиблась, назвав его, в смысле, для того, как наша передача будет построена, я назвала это не гора, не совсем гора Кайлас, а пирамиды Кайлас. Поэтому к этому мы придем постепенно. И если вы помните, если вы слушали нашу предыдущую передачу, я говорила о том, что Кайлас не пускает. То есть мало, ну, вообще никто не зашел на Кайлас. Люди, ну, были покорение разных вершин вокруг Кайласа, паломники ходят вокруг Кайласа, но на Кайласа никто не зашел. И вот даже сегодняшняя передача, она сказала, как мне тяжело она давалась. Вообще и прошлая передача, и эта передача. Вот я говорила, я когда уже, я уже в конце концов поняла, я думаю, Кайлас не пускает. И поэтому я решила, я должна это победить, я должна ее закончить эту тему, представить ее нашим радиослушателям в лучшем варианте. И все. Потому что, наверное, не все должны мы знать, не все должны мы слышать, я не знаю. Какую-то часть информации, которую я готова и поняла сама, я расскажу. Итак, священная гора Кайлас, это обитель богов, как считается в четырех мировых религиях. То есть это место, в которое более миллиарда человек считают священным, то есть миллиард человек на земле. Это много. И обход Кайласа, то есть паломничество Кайласу является для этих людей наибольшим проявлением духовности. То есть какие же религии, какие люди, каких религий считают это место святым? Первое, это индуизм. Второе, это такая религия, о которой наверняка многие не слышали, во всяком случае я никогда не слышала, до того, как я не начала изучать эту тему пару месяцев назад, религия Бон По. Религия Бон очень часто используется. Третья религия, это буддизм, ну и четвертая, я забыла, как она называется, честно скажу, и мне было уже, не было времени искать. Ну я думаю, нам хватит этих трех. Нам хватит и троих, да, в трех религиях. С древних времен гора Кайлас причислена к святым местам. В пещерах на ее склонах, в уединении и в поисках просветления постоянно жили отшельники. Сначала жрецы религии Бон, позже буддистские монахи. Индийцы и тибетцы одинаково сильно почитают эту гору. По древним преданиям, именно эта гора была местопребыванием главных богов индуизма и буддизма. Священная гора, вершина Кайласа, правильной пирамидальной формы, видна издалека и господствует над окружающими горами. Кайлас, подобно мифической полярной горе Меру из индоарийских мифов, объединяет, как считают тибетские, три космические зоны небо, землю и подземный мир и является поэтому мировой горой для всей Азии. Для индуизма, для верующих религии индуизма, не индусов всех, а только именно этой части индусов, на горе Кайлас она называется Шанхала, что в переводе называется Благостная земля Шивы. И путешествие к Кайласу является вершиной духовного подвига. Также она называется Гора Меру, а Гора Меру считается осью мироздания. Ось мироздания, которая существует сразу на нескольких планах. То есть... Ну, тогда вопрос. Что такое ось мироздания? Это ось земли или что это за ось мироздания? Вы знаете, когда я слушала конкретно вот там одного выступающего, он очень красиво это сказал. То есть ось земли — это понятие, это, конечно, не конкретная ось земли, но к ось земли мы вернемся чуть-чуть дальше, потому что, на самом деле, я уже упомянула по-настоящему про ось земли в прошлой передаче. Но в этих планах, конечно, буддисты и верующие люди не это имеют в виду под осью мироздания, не настоящую ось земли. То есть вообще считается, что само мироздание, оно нематериально. То есть это есть проявление сознания, в принципе, сознания Бога. И там, где есть великое сознание, то это становится центром и осью мироздания. То есть они объясняют так, что если вы, любой человек, который действительно войдет в себя, просветлится и достигнет просветления, то есть его энергия будет, ну мы никогда не будем равны богам, но тем не менее очень чистая энергия, то он может создать свое мироздание прямо возле себя, вокруг себя, и он и будет центром мироздания. Но гора Кайлас, и опять же к осью мироздания, мы вернемся по настоящей оси, оси, да, она существует на нескольких планах. В мире богов это называется Меру. Гора Меру, да, то есть это легенды там и именно про это. В мире людей это Кайлас, а в других мирах, это очень интересное название, это Шиволингом, я не знаю, знают ли некоторые люди, знают, что такое Шиволингом, это центральная пронизывающая все энергия, в 14-ти ведические, то есть это ведическая вселенная. И именно в этих 14 мирах ведической вселенной, в каждом из этих это Шиволингом, то есть это гора, как бы вот это и есть-то ось, она проявляется по-разному. Вообще считается, что священная гора Кайлас является центром, центром тантрических сил, а Шиволингом, это и есть понятие, очень сильно известное в тантре, в тантрическом понимании. Следующее, в религии Бон-По. Интересно, что религия Бон-По возникла, мы даже, а мы, которые не слышали ее, очень уникально, она возникла 13 тысяч лет до нашей эры, где-то я писала, сейчас найду точную дату, 15-16 тысяч лет до нашей эры. И то есть это самая старая религия. Но, кстати, когда она существовала, именно только на Тибете, и ее очень-очень-очень сильно, китайцы, когда заняли Тибет, очень сильно уничтожали. То есть очень многие источники, книги, которые были, существовали, были уничтожены. Поэтому вот... Они ее уничтожали во имя буддизма? То есть... Я не думаю. Я думаю, что вот как... Ну, во имя чего Сталин уничтожал там какие-то источники, которые мы знали. Ну, свои какие-то понимания. То есть не в жертву другой религии, а просто уничтожали именно как религию. Просто свою... Да, потому что, как видно, он понимал, что они очень сильны. То есть это люди, которые обладают знаниями очень сильными, которые могут повлиять на влияние, на ход событий. На ход событий. Я понял. Наверное, именно поэтому, то есть так же, как Сталин уничтожал тех людей, которые могли повлиять на ход событий. Гитлер сделал то же самое То же самое происходило в Китае Сжигали, выгоняли Чистое истребление Сильных людей Чистое истребление сильных людей Которые вас не поддерживают То есть вот Эрнст Молдашев Именно встречался с этими Монахами и ламами Этой религии Бонпо Которые многие вроде умные люди Рассказывали очень умного А потом говорили, а я не помню Потому что я читал когда-то эту книжку Но эта книжка была, эти книги Были потом уничтожены китайцами И поэтому очень много к сожалению Исчезло, потому что ушло Вот И то есть для религии Бонпо Это святое место Вообще эта религия Очень интересная, они вот насколько старые Они знали, у них есть Понимание солнечной системы То есть еще в те годы То есть явно шла от Бога Так вот по их религии на гору Кайлас Приземлился Если мы скажем человеческим языком Ну их языком мы скажем Спустился Тот человек, который принес эту религию К нам на землю То есть в буддизме это почти то же самое То есть я не буду об этом говорить Потому что в принципе То есть вот эти люди То есть религия Бонпо Они видели своего мироздателя Ну я не знаю Но можно спросить Евреи видели Бога? То есть когда они его принимали Мы не знаем То есть какие-то религии 18 тысяч лет назад Кто был и кто населял землю Те, кто населяли землю Наверное видели Ну если он к ним спустился Наверное, да То есть те, кому спустился Бог По еврейской религии Тоже его видели То есть когда это было Просто когда это было Нам это дошло только в устном виде Да То есть вообще еще этот регион Горы Кайлас называется Мандалой Или Мандалой, да Для всех четырех религий Вот этих Мандала Кайласа Это многомерный центр мироздания То есть вот как я сказала Существует на разных уровнях То есть и это район Кайласа Является проекцией Всей вселенной на земле К сожалению мы в радио А не в видео Но у нас правда есть видео Я хотела сказать Показать просто Есть такое понятие как Мандала Это графическое изображение Графическое изображение мироздания Так вот считается что Мандала Кайласа Есть такая Мандала в буддизме Называется Кала Чакра Просто вам самим понравится Я не знаю есть ли возможность Показать это камера Да, 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 да Вот так Вот Мандала Кала Чакра Обалденное такое изображение Если даже присмотреться То вы увидите что она Ну она многомерна То есть можно даже увидеть Здесь все замки и все остальное Мандалы это такое очень То есть Мандалы в буддизме И в индуизме используются Это их используют Рисуют на Рисуют, изображают Это целое искусство Это медитация И в ней как бы в этой Мандале Заключены определенные Божественные сущности То есть вот в этой Мандале 722 сущности Сегодня слово Мандала Используется очень часто Люди это используют для медитации И пришло это слово на самом деле В европейскую часть Земли От Карла Густава Юнга Который использовал это На самом деле рисование Мандалы Как вход в подсознание человека То есть Мандала это графическое изображение Которое интерпретируется Как модель Вселенной Часть космоса Суть души человека То есть Вот как у нас Я не знаю Там в христианстве Изображают алтари То есть Мандалы часто используются В алтарях Используются Просто на бумаге рисуют Или рисуют Мозаики делают Или рисуют на полах Многих Многих буддийских храмов Да И на самом деле Медитации на Мандалу Открывают сознание То есть Это очень-очень Ну тогда интересно Представляешь Люди которые рисуют Вот это Мандалы Насколько у них должно быть Обостренное Понятие мира То есть Для того чтобы это нарисовать Они Я думаю Я думаю Что есть определенные Мандалы Я так понимаю Что есть определенные Мандалы Которые Они должны следовать Точно определенным законам То есть Цвет подобран Формы подобраны То есть Они не могут просто так Это что-то нарисовать То есть Не просто Смещу Это не им пришло Но вот если В психологии Как использовал Это Юнг Карл Густав Юнг Там уже понятно Ты рисуешь сам Свою Мандалу То есть Используя Формы геометрические Как круг Квадрат Там Треугольник Эти геометрические формулы Но человек И определенные цвета Потому что В зависимости от цветов Ты будешь знать Что у тебя В подсознании творится Да То есть А здесь нет Здесь эти Мандалы Это святое То есть Там определенные цвета Определенные То есть Там соблюдены Все условия И правила Да Так же само Как в строительстве пирамид Должны быть Соблюдены определенные углы Высота Длина Ширина То есть Там все должно быть Очень сильно соответствовать Чтобы это работало Ну да Также здесь должны быть Абсолютно точные пропорции То есть Здесь нету Нету возможности Нарисовать Абы что Понятно Вот Кстати Мандалам Мандалы Мандалы Еще до Юнга На самом деле Мандалам придавало значение Блаватское Очень большое Поэтому Тоже Тоже Она как бы По-моему даже Что-то рисовала Я не знаю точно А я вот что Хотела еще сказать Я это упоминала О том Что О том Что Сейчас Одну секундочку Я вспомню Что я хотела сказать О том Что Николай Константинович Рерих Который Мы говорили В прошлой передаче Никогда так и не смог Посетить Кайлас Кстати И Блаватская Никогда туда не попала Ей никогда не дали Это еще было В 1000 В конце 19 века Ей никогда не дали разрешения То есть Вход на Тибет Был закрыт Не только китайцами Еще до китайцев То есть Николай Константинович Рерих Попал на Тибет Он там Я так понимаю Даже провел Свои последние годы жизни Но так никогда И не смог посетить Кайлас То есть Он его не видел И несмотря на это У него есть 4 картины Где он изобразил Кайлас И сегодня Благодаря современной технологии Мы можем увидеть То есть Мы можем сфотографировать То есть То чего человек Не имел раньше И именно сегодня Можно современными методами съемки Сравнить Он был абсолютно Такое ощущение Что он это видел То есть Это действительно человек Был просветленный Который Который в своем Внутреннем Зрением Видел то Чего не мог увидеть В жизни И Это конечно Тоже очень уникально И вообще Я рассказывала о том Что В прошлой передаче Что Я делаю свой Как бы Передачу На основании Многих информаций И также На основании Книг Эрнста Мулдашева Я прослушала Много лекций Много книг Прочитала И Люди Спорят Почему Потому что Эрнст Мулдашев Сделал определенные Открытия Определенные предположения Которые действительно Привносят В эту гору И в это Еще больше мистики Чем Людям хочется Людям Не на самом деле Я думаю что есть Я с ним согласна Очень много Но на самом деле Люди Сегодня Сегодня Тибет Частично Открыт То есть В Тибете Есть 4 По моему 4 главных Святых места Только К Кайласу Можно подойти Подойти Что значит Подойти Вы не можете Взойти на Кайлас И была По моему Австралийская Группа Которая заплатила Колоссальные Деньги За то что Мы дали Пермиты Взойти на Кайлас И Верующие Выстроились И сделали Демонстрацию И им пришлось Отказаться То есть Не потому что То есть Верующие Люди Для верующих Это настолько Святая гора Что считается На самом деле Те кто зайдет На Кайлас И увидит Богов И увидит Шиву Он умрет И именно Отсюда Очень много Информации О том что Люди которые Подошли К Кайласу Погибли Как вот Информация о том Что да там Типа Те кто Вошли в египетские Пирамиды Погибли постепенно В прошлый раз Я говорила о том Что была группа Российских Российских Этих Путешественников Которые вроде бы Зашли на Кайлас И они все В течении двух лет Погибли Но эта информация Нигде не подтверждена Я обыскалась Очень много В 2012 году По моему Произошла первая В 2014 году В апреле 2014 В Москве Произошла первая Конференция Ну конечно Там не было Очень много людей Которая называлась Феномен Кайласа И люди разных Национальностей Вероисповеданий Собрались для того Чтобы обсудить И поделиться Своим Своим опытом Потому что там Были многие люди Которые были На Тибете Или Понять В чем же все таки Загадка Этой горы И там выступал Один человек Я не помню Его фамилию И он сказал Вот существует Что в 2000 Понятие Что в 2004 году Наша экспедиция погибла Вот я стою здесь Типа жив и здоров Что-то неправда Но когда я начала Искать по интернету Его фамилию Был ли он действительно Там Там В эти годы Именно о нем Говорили ли о нем Я честно скажу Не нашла То есть Нету Фамилий Этих людей Которые якобы Умерли Там В течении двух лет От каких-то болезней И нету вообще Никакой такой информации Делается ли это Специально Случайно Я не знаю Потому что вроде Сегодня на интернете Можно найти все Но тем не менее Тем не менее То есть да Человек говорил Очень умные вещи На этой конференции Но Был ли он там То есть То есть то что я нашла Информацию Кто был там Его там не было Поэтому I don't know Итак Это мы Вот мистику Мистику говорили Вот до перерыва И может быть Я сейчас еще Успею кое-что сказать О том что О том чем Обусловлен феномен Вот этот вот Интересный Который На физическом плане Мы поговорим После перерыва Но очень интересно Что боги Которые как бы Мы считаем Управляют Нашим сознанием Потому что Они все равно Управляют Нашим сознанием То есть если мы ищем Знаете Кто нами управляет То может быть Мы должны посмотреть Наверх Кто нами управляет А управляют они Нами через тонкие Энергии Но как же можно Управлять только Через тонкие энергии Они создали Разные геометрические Формы И через эти формы И они создали Объекты На нашей земле То есть это Треугольники Квадраты И вот через эти формы Да то есть Даже кристаллы У них есть Представленная Кристаллическая решетка У нас там есть Генетические гены Да то есть Какие-то спирали То есть вот через эти формы Нами наверное И управляют И именно эти формы И организуются И образуются В этом комплексе Горы Кайлас И все остальное Я расскажу дальше Потому что мы должны Прерваться Мы сейчас прервемся И обязательно вернемся Прервемся Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры